Доброе время суток, уважаемые родители! Мы продолжаем наш разговор об инфекционных заболеваниях. И если в прошлый раз кто помнит и кто смотрел, мы говорили о заболеваниях бактериальных, то сегодня мы поговорим о заболеваниях вирусных и достаточно разнообразных спектр вирусных заболеваний. И начнем мы с заболевания, встречающего довольно часто. Это ветряная оспа или ветрянка, как ее называют в народе. Ветрянка вызывается вирусом, который достаточно распространен и очень, ну скажем так, очень заразен. Ветрянка передается через воздушно-капельным путем через воздух. Причем в отличие от других вирусов, от большинства других вирусов, вирус ветрянки довольно стойкий и он может, скажем так, находиться в воздухе достаточно на большом расстоянии друг от другого, от больного. То есть что это значит? Это значит, что если, ну скажем, в комнате в средних размерах находится в одном углу больной, а в другом углу здоровый, то здоровый с очень большой вероятностью заболеет. Вирус ветряной оспы, он очень, ну скажем так, заразный и нахождение в контакте с больным практически, ну скажем так, в 98% случаев это дает возможность заболеть. Единственное, что утешает в этой ситуации, это то, что ветряной оспой болеют практически один раз в жизни. И дальше лимфоциты организма человека запоминают этот вирус и когда организм переболевшего встречается с этим вирусом повторно, то человек не заболевает практически ни в какой форме. Поэтому, ну вот от ветрянки есть прививка, но об этом мы поговорим чуть позже, а сейчас о том, как происходит само течение болезни. Значит, человек, столкнувшийся с вирусом ветрянки, заболевает не сразу, он заболевает не раньше, чем через 10 дней. И инкубационный период вируса, то есть, еще раз напоминаю, что это такое, это время, прошедшее от момента заражения до момента клинических проявлений. Это равно, вот этот инкубационный период, равен 3 неделям, 21 день. Поэтому, вот посмотрите, ситуация очень интересная. Человек, который заболел ветрянкой, он не заразный 10 дней. А вот с 11 по 21, он заразный. Поэтому, вот здесь очень интересный момент карантинов. И когда мы можем смотреть проявления, есть человек или, заболел человек или нет, надо ждать 3 недели. Поэтому, если вы попали, скажем, в контакт, ваш ребенок попал в контакт с больным ребенком ветрянкой, то вы смотрите за ним 3 недели. И вы выясняете, что заболел он или нет. Значит, как ветрянка проявляется? С точки зрения течения заболеваний, ветрянка протекает достаточно легко, чаще всего. Небольшая температура, общее состояние практически не меняется. Но проблема, неудобство здесь в другом. Появляется сыпь. Причем сыпь такая очень интересная и трудно ее перепутать с чем-то. Это сыпь с пузырьками. Появляются пузырьки, сверху такая корочка, под корочкой жидкость. И под жидкостью кожа такая, как бы, с углублением. И все было бы ничего, если бы эта сыпь не чесалась. И вот здесь самая большая проблема у больных ветряной оспы. Дело в том, что ни в коем случае эти пузырьки нельзя срывать. Ну, страшного ничего не произойдет, но останутся следы. То есть, как бы, да, вот косметический такой дефект, он будет присутствовать. А учитывая, что сыпь идет по всему телу, в том числе и на лице, то эти следы могут быть, особенно для девочек, не очень эстетичны. Поэтому за этим надо следить. Вот. Сыпь при ветрянке, она начинается обычно сверху. Идет сверху вниз и высыпает, ну, где-то первое, может быть, 3-4 дня. Потом где-то дней 10 она держится. И на 11-й день эти корочки начинают отваливаться. И очень быстро все засыхает. Значит, как лечить? Специальными препаратами, специальными таблетками или какие-то другие вещества при ветрянке не применяются. При ветрянке нужно только обрабатывать элементы сыпи. Каждый элемент обрабатывается, ну, чаще всего, раствором зеленки. Просто берете спичку, наматываете ватку, окунаете в зеленку, и каждый пузырек сверху прижигаете. Во-первых, для того, чтобы не попала инфекция, и не развился вторичная какая-то бактериальная проблема. Во-вторых, чтобы она быстрее подсыхала, эта корочка, и отпала. И в-третьих, чтобы меньше чесалось. То есть три причины, по которой нужно обрабатывать. То есть, учитывая, что сыпь высыпает практически вот все время, значит, буквально через каждый час-полтора вы осматриваете ребенка и прижигаете новые элементы. Ну, можно прижечь и лишний раз старые элементы, ничего там страшного нет. Вот, ребенок у вас будет красивый, в зеленых пятнах, вот, все замечательно. У ослабленных детей, у детей, у которых есть какие-то, ну, вот, заболевания, ветрянка может протекать довольно тяжело. Особенно это связано с проблемами, касающимися коры головного мозга, повышения натощепного давления и так далее, и так далее. Вот там ветрянка может протекать с высокой температурой. Здесь вы уже даете ребенку какие-то препараты, симптоматические, снижающие температуру, например, и так далее. Следите за этим, чтобы не было никаких вот осложнений, типа судороги и так далее. Еще один момент, касаемый ветрянкой. Взрослые тоже болеют ветрянкой. И где-то, начиная с 12 лет, ветрянка переносится гораздо тяжелее. Там высокая температура, там может возникнуть какие-то осложнения, связанные с центральной нервной системой, и так далее, и так далее. Поэтому, ну, я сейчас скажу такую мысль крамульную немножечко, вот, поэтому не надо бояться того, что ваш ребенок в раннем возрасте заразится ветрянкой. Особенно это касается девочек. Почему? Потому что ветрянка для беременной женщины – это для плода, ну, скажем, не хочу сказать смерти подобно, но прямое показание к прерыванию беременности. Потому что дети, рожденные от матерей, которые во время беременности перенесли ветрянку, здоровыми не будут никогда. Они рождаются с очень тяжелыми пороками развития. Пороки могут быть как внутренние, так и внешние. Недоразвитие конечностей, недоразвитие, скажем, каких-то внутренних органов, пороки сердца, например, пороки желудочно-кишечного тракта, дыхательной системы. То есть многообразные изменения. Поэтому вот здесь нужно быть крайне осторожны. И для беременной женщины чрезвычайно важно избегать контакта с больными ветрянкой максимально. Но есть исключения. Если женщина беременная болела ветрянкой, ну, скажем, в детстве, то ей этого ничего не грозит. Она не заболеет. И контакт с больной ветрянкой будет для нее абсолютно спокойным, абсолютно безвредным. Плод, мать не заболеет, а плод не пострадает. Вот поэтому крамольная моя мысль заключается в том, что специально заражать ребенка ветрянкой не надо, но не надо этого и бояться. Так что вот в этом плане это такая инфекция, которая... Сразу хочу коснуться вопроса о прививках. Вот смотрите, я не фанат прививок как таковых вообще. Все должно быть разумно. И вот постоянные дискуссии на чате по поводу прививок начинают, честно говоря, уже немножечко, ну, вот, как-то так не очень хорошо к этому относиться. Мы многократно говорили, я и Сеф, и Давид, и постоянно мы об этом говорим, что это не... С одной стороны, это не панацея, с другой стороны, это не какое-то там жуткое оружие против детей, против населения, как вот там иногда мамочки пишут. Все должно быть очень разумно. И все должно соответствовать ситуации. Вот скажем, если вы меня будете спрашивать, нужна ли прививка от ветряной оспы, ну, я очень сильно подумаю, буду подходить к этому очень индивидуально. То есть, если ребенка нет никаких, ну, таких серьезных осложнений, то прививка, в принципе, от ветряной оспы не нужна. Вот. На мой взгляд. Почему? Потому что я уже сказал, что здесь, если ребенок переболеет ветрянкой, это будет достаточно, ну, скажем так, предотвратит сложности, которые будут ждать его в дальнейшей жизни. Другой вопрос, что после прививки, вот прививка как раз от ветряной оспы, она не дает гарантию, что ребенок, ну, скажем, лет через 10 не заболеет. Дело в том, что срок прививки, вернее, действие прививки от ветряной оспы достаточно ограниченный. И где-то лет через 10-12 иммунитет, вызванный прививкой, он начинает резко уменьшаться. И вероятность заболевания возрастает. А вот если ребенок переболеет, то вероятности заболевания практически нет. Только надо убедиться, что это ветрянка. Иногда вот приходят, сталкивающиеся с пациентами маленькими, которые говорят, о, там мама говорит, у меня ребенок ветрянкой переболел, и вот ему там прошло 10 лет, он заболел снова. С очень большой вероятностью можно сказать, что вот тогда, 10 лет назад, была не ветрянка. Диагноз был поставлен ошибочно. Поэтому здесь нужно просто правильно ставить диагноз, и будет все понятно. Так что вот относитесь к этому индивидуально, и опять же призываю вас советоваться со специалистами, и каждый раз для ребенка выяснять, что является данным моментом, чем ребенок болен. На следующей нашей встрече мы продолжим разговор об инфекционных заболеваниях, вызванных вирусами. А сегодня я с вами прощаюсь, желаю вам здоровья, здоровья, хороших зимних дней, зимнего настроения, подготовки к Новому году, и всего доброго, до новых встреч.